Азбука вкуса Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, в эфире программа «Азбука вкуса» Я и ведущий Дмитрий Спиваков Сегодня у нас по сложившейся за последнее время традиции Интересная личность Виктор Митин будет продолжать нас радовать кулинарными рецептами Доброго дня! Доброго дня, Дмитрий! А также два не менее интересных человека Александра и Людмила Махнины С которыми мы будем общаться на тему сельского хозяйства На тему салатика всевозможных травы и так далее Доброго дня, Иван! Доброго дня! Так, ну что ж, что у нас сегодня на столе? Такое разнообразие всевозможных растений Что это все? Расскажите, пожалуйста Ой, можно я начну тогда? Это, вот, цветы цукини Это значит, что пришло лето Это первые цветы, которые появились в этом сезоне Кроме этого, базилик Зеленый и красный Ну, все знают, что такое базилик Кроме этого, кабачки и черри Ну, это отдельная статья Ну, и плюс невообразимое количество салатов Разнообразных по форме, цвету, запаху и вкусу Все Вот с этими салатами мы сегодня и будем колдовать Виктор, обозначите, пожалуйста, первое блюдо, которое мы будем сегодня готовить Если можно, я вообще оглашу весь список Пожалуйста Сначала мы будем готовить цветы цукини Мы обжарим их во фритюре Потом мы сделаем два салата Первый салат, микс салата с обжаренными баклажанами Черри томатами и лепестками пармезана Второй салатный микс с брынзой И как десерт, как десерт Тема-то летнее, лето, в общем-то на дворе уже Мы сделаем лимонад, но лимонад мы сделаем не просто традиционно с мятой лимоном Но добавим туда еще и базилик Очень интересно Таким мы сделаем итальянским, итальянским Кстати, я предлагаю прямо сейчас разделить обязанности Виктор Хорошо Ну, мы, наверное, сейчас начнем с цветов Вы сделаете тогда кляр Подготовите А мы зальем масло в сковороду И начнем обжаривать, да? Хорошо Так, я предлагаю начать наше общение с такого вопроса Почему вообще изначально начали заниматься выращиванием всевозможных трав? Дмитрий, ну, на самом деле мы не занимаемся выращиванием травы Это будет более правильно сказать А во-вторых, это наши дурные привычки Откуда они пошли? Наши дурные, мы просто с Людой очень долгое время работали в Италии И там приобрели вот эту дурную привычку Есть невообразимое количество зелени Которое там прорастет невероятно Да и вообще, наверное, дурную привычку правильно питаться, да? Да, и дурная привычка правильно питаться Потому что салаты, вот, меня всегда удивляет Сделав микс из салата, ты получаешь то же самое удовольствие Не говоря от мяса, но от просто очень вкусного Очень вкусного, от очень вкусной еды Но иногда можно, допустим, приготовить себе какое-нибудь мясное блюдо Да, там, хорошо прожаренный стейк, к примеру И к нему просто салатик Не обязательно гарниры, как мы привыкли Правда, что? Я бы вам порекомендовал не просто салатик А вот к стейку именно листы горчицы Это даст такой пикантный вкус вашему стейку Что просто несравнимо ни с чем Но я надеюсь, что мы сегодня в рамках передачи Еще узнаем большое количество секретов Какие блюда с чем сочетать Я думаю, надеюсь, что вы нам сегодня об этом расскажете Конечно, конечно Так, расскажите, пожалуйста, о том, как мы готовим цветы цукини Как их правильно разрезать и что вы с ними сделали Ну, когда у цветка есть уже плодик образуется То есть, если он толстый, как бы на 4 части до начала Вот так, с половиной в кляр и на большом окне То есть, я так понимаю, что ждете вы сейчас только меня? Венчик Так, немного муки Мы обжариваем пшеничной, да? Да Какие-то вариации могут быть на тему муки? Ну, наверное, все-таки белая мука Ну, я сказал бы, как версию можно крахмал Он получается более легким, более тонким, более воздушным кляр Мука несколько грубовата Но, тем не менее, опять-таки, какой результат вы хотите получить Вот этот момент И потом кляр делаем на основе белка Только на основе белка, опять-таки, для того, чтобы получить более легкий, более воздушный результат Я, кстати, очень сильно удивился, когда вы сказали о том, что мы сегодня будем жарить цветы цукини Это итальянское блюдо? Привезли с собой? Ну, в принципе, да Насколько сильно вообще, вот, насколько разнообразна итальянская кухня именно с точки зрения использования зелени? Очень разнообразна зелень Всегда, в первую очередь, стол Любое блюдо Итальянцы очень любят рукаву Любое блюдо, кроме рыбных блюдо, посыпают просто рукавой Как бы для украшения Для того, чтобы усилить вкус Вот, то есть Ну, а про салаты речь просто не идет Там такое разнообразное количество миксов Уже готовых к употреблению То есть не нужно заморачиваться Мыть, там, разделять листья и так далее То есть ты покупаешь коробку на свой вкус Там три вида, пять, десять, может быть, наименований Высыпаешь, как бы, оливковое масло, бальзамический уксус Все, блюдо готово Поглощает в неимоверных количествах В неимоверных За эфиром вы сказали, что секрет любого салата То, что вот дает основной вкус Это вот именно бальзамический уксус и оливковое масло Да, конечно Потому что каждый салат, в принципе, имеет свой своеобразный вкус Потому что у некоторых немножко горчинка У некоторых нейтральный У некоторых он даже сладковатый Но в конечном итоге, смешав эти все ингредиенты Основной вкус определяется все-таки отчета и бальзамиком То есть, Виктор, вы согласны? Да То, что подчеркивает вкус блюда, в принципе Да На самом деле, хорошее оливковое масло Экстра вирджин Если вы еще берете где-то его, ну, прямо на маслобойне в оливковой роще Вообще шикарно Я надеюсь, что Виктор нам сейчас подскажет, где в Молдове найти оливковую рощу, маслобойню И брать оливковое масло прямо у производителя Так, Виктор, выручаю вам кляр Кляр, это еще не кляр Что, еще сильнее взбить? Нет А, вы его, по-моему, так мешаете? Да, вот как-то вот так Вот это уже будет кляр Итак, вы начали рассказывать о том, что приехали вы из Италии И поняли, что чего-то вам не хватает Не слишком вкусно Я так понимаю, и все то, что вы... Прекрасно, но хорошо Но коль нужно не очень большой Как-то теперь, пожалуйста, в принципе, это... Совершенно секретничаю Людмила и Виктор Да, ну, два шеф-повара, мы тут о чем посекретничать Так, и все-таки Я так понял, что проблема заключалась в том, что когда вы вернулись, вы не смогли найти всю эту траву, всю эту зелень у нас на рынке Да, 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 да Все абсолютно правильно Все абсолютно правильно, Дмитрий Получилось именно то, что вы сказали Что вот этого всего разнообразия просто не существует здесь Поэтому, скажем, сделав... Просто меня пригласили к друзьям обратно приехать в Италию Я обратно... Когда ехал обратно, захватил с собой несколько саженцев Но это было проблематично провести через границу И точно так же набрал семена Тех салатов, которые произрастают там Приехав сюда, просто Людмила это все посадила в небольшую теплицу Мы начали, когда они выросли, мы начали угощать друзей Ну, а потом мы поняли, будем говорить, друзей уже не хватает, чтобы вот это количество салатов как бы использовать И мы решили... Завести еще друзей Завести еще друзей Поэтому я предлагаю перейти уже... А, Виктор, поддерживаю, поддерживаю Причем, я так понимаю, что это мы будем пробовать прямо в этой части, да? Для того, чтобы быстренько, вкусненько... То, что это естся сразу по приготовлению И в итальянских деревнях, когда собираются вечно какие-то компании большие Вот там антипасты, все Они сразу жарят И тут же... И тут же употребляют Да, потому что это действительно нужно употреблять горячим Так есть аромат Я тогда предлагаю сразу достать тарелочки Для того, чтобы мы были готовы все это сразу попробовать Я так понимаю, что готовится это все реально за считанные минуты, да? Практически готовы у нас В секунды В секунды Ваш супруг сказал, что вы шеф-повар Не обманул? Не обманул Насколько долго вы работали в этой сфере? Работаете ли сейчас? Нет, сейчас не работаю Сейчас мы отдыхаем Мы занимаемся тем, что как бы... Интересно сегодня Да, интересно сегодня и более актуально Опять же, за эфиром вы сказали, что производство зелени, в принципе, изначально было как ваше хобби Хотя сейчас перенесло, ну, как переросло в нечто большее Нечто... это любовь Это больше, чем любовь, правда То есть наши салатики радуют меня каждый день, много раз в день Я очень рада тому, что так случилось в нашей жизни, что вот мы встретились и связали, да Спасибо Так, ну что ж, у нас уже готовы цветы Расскажите, пожалуйста, как их есть-то вообще? Вилочкой, ложечкой, ножиком, руками А это, наверное, на усмотрение А, ты знаете, можно так, можно ножом, вилкой Ну, сейчас горячим немножко, да Да, горячим, я все-таки, наверное... Упас Да Используя нож и вилку, наверное, так будет проще Конечно Корешок вилку Ага, корешок вставляем То есть именно сам цветок, да? Нет, это не корешок, это кабачок Это тоже вкусно Ну, у каждого свои пристрастия Я предпочитаю верхнюю часть цветка Потому что она более нежная, более вкусная А если еще, вот, кстати, Людмила сейчас пока не успела сказать, но я скажу Если еще нафаршировать это сыром Это будет вообще изумительный вкус Но несравнимо абсолютно ничем Если сыр использовать в этом случае, то какой? Любой, любой твердый сыр Любой твердый То есть пармезан, гранопадана Да, только твердый сыр Не, допустим, типа что-то горгонсол Нет, 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 не мягкие Только не мягкие сыры На мой взгляд, этот сыр должен немножко внутри этого цветка Ну, так скажем, чуть-чуть расплавиться Да Тогда это приобретает одновременно и сыр Как бы, ну, как правильно сказать? Жаренный, расплавленный Расплавленный, да Горячий сыр? Горячий сыр, вот, правильно Горячий сыр Тоненькими слайсами какими-нибудь, да? Да, 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 вот Виктор правильно делает Вот Виктор правильно делает Пока мы говорим, он быстро У Виктора забиты уже рецепторы на пальцах Поэтому я попробую На самом деле очень вкусно Вкус очень интересный Легкий То есть пикантная горчиночка такая Чуть-чуть Возьмут все-таки руками? Нет, ну Действительно Вот, кстати, вот почему-то у нас Все считают, что нужно кушать Как говорится Столовыми приборами Но Виталий это абсолютно нормально В любом ресторане Вы увидите людей, которые Кушают некоторые вещи Я не говорю, что все абсолютно Некоторые вещи руками И получают от этого Ну, наверное, в 100 раз больше удовольствия Чем Вы знаете, я хочу сказать Когда у меня в ресторане Кто-то вымакивает тарелку хлебом Массу удовольствия я получаю Человек иногда, может быть, смущается Но действительно масса удовольствия Почему это комплимент повару Когда на самом деле вкусно Понятно, что вкусно Нет, ну это сказка Хлеб, вот Хлеб немножко бальзамика, а чета Размешать это И свежий хлеб Такой это Панино, предположим Взять и кушать руками Да, это действительно Если этого Панино Сделал шеф-повар Это действительно комплимент И бокал красного вина под это Да, это комплимент Я думаю, что об этом Мы еще поговорим Виктор, какое блюдо Мы будем готовить далее? Далее Мы сделаем Микс салата С обжаренными баклажанами Черри томатами И лепестками пармезаном Употребим оливковое масло И еще это бальзамик Для заправки этого салата Дорогие друзья Это все будет После короткой рекламы Не переключайтесь ни в коем случае Потому как сегодня Ну просто Безумное разнообразие Зелени И всевозможных Летних Наполнителей салат Наверное, так будет правильно сказать, Виктор? Нет, просто Летних-летних салатов Летних-летних салатов Все это после короткой рекламы Дорогие друзья С вами по-прежнему программа Азбука вкуса У нас в гостях По-прежнему Виктор Митин Хотя сложно сказать, что он тут в гостях Он уже чувствует себя, как у себя дома Ну а наши гости Александр и Людмила Махнины Люди, которые знают о зелени практически все Кстати, вот до рекламы Мы с вами общались на тему стейков На тему того, что лучше подавать к стейку И вы сказали, что есть вот такой вот Если это он, горчичный салат Да, существует такой горчичный салат Который, в общем-то, точно так же К стейку Точно так же, если вы делаете Самый элементарный сэндвич Сверху положив листик салатной горчицы Вы получите невообразимый вкус Попробуем? Позвольте Буквально секундная горечь И тот же привар Тут же это все проходит Чтобы было понятно, дорогие друзья Горечь не в смысле он горький А в смысле вкус горчицы Вкус горчицы, да То же самое, что если вы возьмете тюбик горчицы И помажете ваш стейк горчицей Но там, я так должен это сказать Там сплошное Е Очень-очень-очень длинное А здесь Это натуральный продукт Ну, абсолютно Вот то, что мы говорим о здоровом образе жизни Действительно очень вкусно Я после эфира обязательно даю этот листик Надеюсь, даже с мясом Что мы будем готовить? Сейчас обжариваем баклажаны На оливковом масле Люда сейчас сделает салатный микс Я нарежу баклажаны Я обжарю баклажаны Виктор, на какой режим мы сейчас выставляем Нашу замечательную плиту Ханса? На 180 градусов где-то То есть это где-то средний огонь, да? Я так понимаю? Да, да Ага Кабачки в какой форме у нас будут? Кубики или такие вот кубички? Я не знаю, где вы здесь увидели кабачки На всякий случай, если дети проверить у окулиста Вы же простите, заговорился, Виктор Баклажаны Да Баклажаны нарезаем просто слайсами Вот такими крупными достаточно И обжариваем в большом количестве оливкового масла И вместе с ними обжариваем черри томаты Это пойдет у нас как наполнение Плюс чипсы из пармезана Я думаю, скажем, ваших навыков Мне это можно доверить Да, ваших навыков хватит для этого А Людмила сейчас нарвет весь салат в эту миску То есть и мы его потребим для этого еще для заправки А что это бальзамика или кула масла Я надеюсь, что Людмила нам сейчас расскажет Какие листья она будет рыбать, какие использовать И какие советуются для этого Тогда расскажите, пожалуйста Рассказывайте, пожалуйста, и показывайте Сейчас беру свой самый любимый салатик Как он называется? Это салат из серии Айсбергов Хрустящий Сочный И очень красивый Его оригинальное название – Ледяной дворец На самом деле У него очень ажурные листья Они и вкусные, и очень радуют глаз Если можно, я тоже отщипну маленький кусочек Я сегодня буду пробовать всевозможную зелень Ммм, действительно вкусненько Я думаю, когда это будет заправлено бальзамическим уксусом Будет еще намного вкуснее Вы каким-то образом отбираете, какие листья используются, какие нет? Ну, конечно, центральные То есть самые молодые, да? Самые молодые, самые нежные Они самые хрустящие Можно я пока дополнительные ингредиенты приготовлю? Конечно Что это такое? Ну, вообще, да Конечно, нужно обо всем говорить Это простая бренца Свежесделанная Я так понимаю, что тоже вашего производства? Да Это продукт Людмилы Это ее дополнительные салаты Это одно Но она еще собирается делать сыры А брынза – это первый шаг к производству сыров Из какого она молока? Из козьего Из козьего Я так понимаю, что у вас в хозяйстве козы много? Ой, да Ну, не знаю, много 8 коз и 4 козленка Ага, вот так Ясно Планируется расширение поголовья Если будем успевать То есть я понимаю, что производство зелени занимает огромное количество времени, да? Виктор, черри томаты вы точно так же обжариваете, да? И даже не снимаете хвостики? Нет, наоборот, специально так, чтобы ее можно было взять вот таким образом Ага, любопытно Кстати, вот хотелось бы Опять же поговорить на тему производства Ой, потерял ее где-то салфеточки Если можно воспользоваться вашей О, спасибо, Виктор На тему сельского хозяйства хотелось бы поговорить В принципе, во все времена считалось, что сельское хозяйство должно быть дотационным То есть государство обязано поддерживать этот вид деятельности Каким образом получается получать прибыль из этой деятельности? При этом, насколько я понимаю, не получая определенные дотации от государства Я сложно понимаю, что такое дотация от государства Я просто не понимаю этого слова Ну, скажем так, лояльное отношение государства Плюс какие-то пославления в виде налогов Плюс, может быть, какие-то, я не знаю, там Тоже топливо по сниженным ценам, да? Когда делают с сельхозпроизводителями Да, вы лучше владеете этим вопросом Вот по части Мы занимаемся этим Вот на данном Это просто нам Это наше увлечение Скажем, и Люда об этом не сказала Но салаты Особенно, когда ты видишь, как они растут Это те же самые дети Дети уже взрослые, как говорится, уехали А вот салаты, они просто каждый день радуют глаз То есть и радуют тебя Каждый день видеть, как они вырастают И приобретают невероятные формы Вот что интересно Дотация, ну, это сфера, так скажем, бизнеса Да, конечно, существует элемент бизнеса в нашем производстве Да, конечно, мы производим этот продукт для внутреннего рынка Назовем это так, внутренний рынок, это город Кишиньо Солосовый, да Да Ну, мы существуем, скажем, за счет нашего интереса Вот просто нам это нравится А когда твой интерес совпадает с тем, что ты делаешь Это, в общем-то, результат всегда приносит эффект Вот так А сейчас я видел, Людмила, вы использовали какую-то и другую травку Кроме айсберга, что вы использовали? Да, вот, значит, первое Называется, вот этот салат, называется цикорий Он очень красивый, у него, он зеленый с красными прожилками В нем присутствует малая только горчинки Которую очень оценят во всем остальном мире И, надеюсь, оценят и у нас Это очень полезно для здоровья Это стимулирует, так сказать, пищеварение У нас, как бы, передача о еде, о здоровой еде Это очень важно Вот, потом Очень красивый и очень вкусный У него очень своеобразный вкус Это дуболистый салат Листочки Действительно, на дуб салат Абсолютно дуб, да И, вы знаете, он даже не салат, а цветок Мы сюда привезли маленькие растения Ну, не очень большие Когда он состоялся Вот, у него товарный, как бы, уже вид Он очень большой и очень красивый И можно просто украшать Просто украшать Столы, там, я не знаю, вазы Террасы, понимаете? Помимо того, что он вкусный, он очень красивый А вот этот салат, который у нас, знаете, обыкновенный У нас называют лола, у нас есть лола роста, лола бьонга Этот у нас что-то среднее Нет, на самом деле, вообще, оригинальное название Вот того, что сейчас показала Людмила Это кружево Кружево, оно существует двух вариантов Изумрудное кружево, то есть зеленый оттенок Герубиновое кружево, более красный оттенок Вот лола, то, что все употребляют В общем-то, она где-то из этого же самого ряда Ну, соответственно, ой, немножко слабее по своим качествам Потому что, ну, потому что нам нравится это Вот так Но опять же, пока мы с вами общались во время подготовки к программе Вы сказали, что лолу вы принципиально не выращиваете С чем это связано? Нет, нет, нет Это связано с тем, что вот существует такой продукт, как Жигули Его выпускали 20 лет, да? И сейчас выпускают И продолжают примерно в том же виде Да, да, примерно в том же самом виде То же самое, вот на наш взгляд, происходит с лолой Вот этот продукт, который 20 лет на рынке Без изменений Ну, а человеку всегда хочется что-то новое Что-то своеобразное Вот эти продукты, они более новые Более своеобразные по своим вкусовым качествам Ну, и еще по другим параметрам Виктор, вы согласны с аналогией с Жигулями? В общем-то, да Но мне хотелось бы перейти, собственно говоря, к самому салату То есть, баклажаны уже готовы Мы выкладываем на салфетку Чтобы немножко ушло лишнее масло Люда, заправьте, пожалуйста, уже сам салат Масло, мачета, бальзамика А можно я сначала маслом, чтобы уксус не сели? Да Как бы, чтобы не переборщить И масло не даст лишнему уксусу питаться Выкладываем баклажаны Кстати, в такого рода салатах мы используем соль Которую... Пожеланию, честно говоря, я стараюсь использовать меню соли Почему? Потому что здесь сам вкус натурального продукта То есть, сама салатная зелень, она интересна по вкусу Разве что, может быть, немножко, чуть-чуть подсолить баклажаны Чуть-чуть Ну, для того, чтобы, опять-таки, проявить их вкус Давайте, может быть, тогда вот буквально по капелюшечке я добавлю прямо на саму баклажан В следующий момент черри томаты мы с хвостиками прямо вот так Так, чтобы их можно было взять, если мы хотим взять руками Угу То есть, мы получаем достаточно яркую цветовую гамму здесь А вот, вот это, хвостик улетел куда-то, ну, что делать? Это жизнь забывает И выкладываем чипсы из пармезана Посыпаем пармезаном Вот так немножко по кругу, чтобы не закрыть саму цветовую гамму Так, я тогда, да, постараюсь не закрыть помидорки И мы получили легкий такой достаточно летний салат Кроме того, в общем-то, я думаю, все продукты, все ингредиенты есть у нас И я думаю, наши уважаемые телезрители озаботятся как раз-таки поиском разнообразных салатов Чтобы сделать свой рацион более интересным Так, это в салатике я передвигаюсь сюда Какой второй вид салатика мы также будем готовить? Второй салат мы сделаем с брынзой, опять-таки, салатный микс Но как наполнитель, основной наполнитель у нас будет брынза Только брынза и все Опять же, я так понимаю, что мы используем не соленую козью брынзу Свежая брынза, я хотел добавить, Виктор, вы забыли Салат, брынза, отчета и бальзамик Вот основные ингредиенты Ну вот, у нас миска для салата Опять же, насчет салатного микса, наверное, я сразу Людмиле передаю К Людмиле, да Пармезан в этом случае мы уже используем для украшения? Нет, 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 нет У нас только брынза, основной ингредиент салат, брынза, но опять-таки, сопутствующие То есть это по умолчанию уже даже оливковое масло, я считаю, это бальзамик Дорогие друзья, мы пока нарываем салатные листы Завершающие штрихи этого салата вы уже увидите после короткой рекламы, поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь Дорогие друзья, в эфире третья заключительная часть программы «Азбука вкуса» до рекламы Дорогие друзья, мы начали готовить салатный микс на салат с настоящей козьей брынзой Не соленой козьей брынзой, именно сейчас мы его и закончим А после этого сделаем такой своеобразный летний лимонад с базиликом, да? Ну и мятой тоже Так, хорошо, Людмила, подскажите, пожалуйста, что мы намешали здесь в плане составляющих? Мы сюда в этот салат добавили, помимо предыдущего салата, набор зелени Плюс мы еще добавляем мангольд, молодые листочки Он очень нежный, очень вкусный, очень хрустящий И я его люблю, потому что он красивый И еще мы добавим фризе Фризе это тоже разновидность салатного листа, да? Это салатный лист, это куст большой Он красивый, он хрустящий Вот у него сердцевина очень хрустящая Вот, очень насыщенная, сочная и он тоже очень красивый И, в принципе, можно ломать небольшими кусочками, да? Естественно Вот как, ведь многие покупают готовые миксы И все видели маленькие вот такие вот кусочки Индивия Вообще, он, его как бы Его настоящее Да, это индивия И его разновидностей очень-очень много Вот И опять же, этот салатик мы заправляем оливковым маслом, бальзамическим уксусом Все классика Хорошо, я предлагаю тогда к этому и приступить И уже после этого, я так понимаю, как завершающий штрих, мы добавляем козью брунзу Да Немножку масла Сейчас, Виктор, я надеюсь, нам раскроет секреты и лимонада, которые мы будем готовить Ну, мне хотелось бы сказать еще несколько слов по поводу салата То есть, все-таки, традиционный салат в нашем понимании помидоры и огурцы Но как-то петрушка, укроп На самом деле, я думаю, вы видите, что мир салата более разнообразен И более интересен На самом деле, такие салаты могут есть не только те девушки, которые занимаются фитнесом У нас почему-то все хотят, ну, интенсивный, интенсивный салат, насыщенный А ведь можно съесть и легкий салат И в то же время, ну, получить чувство достаточно сытости Не чувствовать голода И получить просто массу каких-то новых вкусовых ощущений То есть, действительно интересные новые какие-то вкусы, виды, разновидности салата И боятся экспериментировать с этим Опять же, вот одна из тенденций молдавской кухни Это вот все салаты, опять же, если мы говорим о таких грядочных салатах Да, как помидоры, огурцы и лук Нарезается мелко-мелко Все это перемешивается, опять же, там, с подсолнечным маслом Желательно с нерафинированным Да Опять же, мы тут видим салат, да, который достаточно крупно нарезан То есть, практически, баклажаны, которые нарезаны медальонами Что лучше? Что правильнее? Правильнее, вообще, крупными кусками Почему? Потому что, когда мы нарезаем мелко-мелко Иногда в силу того, допустим, самой рецептуры Да, это может быть нужно Но само по себе, когда крупно нарезано, меньше уходит соков То есть, мы больше получаем ощущение вкуса самого Ну и потом, это просто действительно приятно Взять большой кусок баклажаны Большому куску рот радуется Хорошо, Людмила, давайте добавим брынзу И будем завершать салатик Потому что, честно говоря, уже так хочется все это попробовать Расскажите, пожалуйста, о планах на Есть ли у вас планы расширения производства 5-10 гектаров земли под салатные листы разнообразные? В предыдущей части вы сказали об инвестициях Вот 10 гектаров земли до этой инвестиции На сегодняшний день у нас 1 гектар земли И мы, будем говорить, благополучно на этом гектаре земли скромном Будем говорить, выращиваем вот это, делаем то, что нам нравится Я знаю, что вообще люди, которые работают с землей Просыпаются, как правило, часов в 6 утра Правда это или нет? Сколько у вас времени уходит на это занятие? Ой, как правило, я просыпаюсь в 5 утра Я просто как бы, ну, человек раннего Людмила ложится в 2 часа ночи Вот это как бы наш рабочий день То есть с 6 до 2 С 5 С 5 до 2, да, извините Так, опять же, я понимаю, что в плане салатиков Буквально вот тоже такие вот крупные кусочки брынзы И все, салат готов Можно Мы живем в Молдове Да И Без помидор мы нашу кухню не представляем Так же, как и Италия И вообще, мы же народы побратимы Правда? Да У нас есть улицы побратимы Конечно, конечно То есть это очень важно И культура у нас очень близки Вот, то есть без этого никак Так, то есть по желанию Помидор Любой То есть большой На более мелкие кусочки А если мы говорим о чере, то можно прям Есть совсем крошечные Просто целиком Ну, такой Помидор Пополам Тут все Так, хорошо Два салатика у нас готовы Виктор Давайте приступать к производству лимонада А сейчас оркестр в студию То есть, ну, на самом деле забрасываем лед в блендер Угу Забрасываем сюда Так, немного льда, я так понимаю Меда Да Немножко меда Забрасываем базилик Зеленые, сиреневые То есть, пару листиков мяты Вообще его Ага, у нас даже здесь Ах И шалфей Ну, вообще супер Мы получаем массу Вкусов Мощную гамму Забрасываем Мяту Кроме того, берем лимон Отжимаем сок лимона Так, я помогу, наверное, открою бутылочку с водой, да, для того, чтобы опять же туда добавить Прошу вас Ваша помощь неоценима, юноша Спасибо, Виктор Что-нибудь еще из ингредиентов у нас уходит на этот лимонад? Нет, потом для декорирования мы просто можем лимон нарезать кубиками или слайсами Собственно говоря, все То есть Единственное, что остается, это закрыть крышечку и перемешать, я так понимаю Да, нажать на кнопочку Ну что ж, дорогие друзья, вот наш лимонад и готов Так, опа Виктор, помогите мне его, пожалуйста, разлить по стаканчикам, потому что действительно очень... Давайте я пока Так, а я тогда пока постараюсь аккуратненько разлить Ну, вы уже разлили Ну, собственно, да, так у меня и получилось Единственное, что он у нас немного вспенен Я так понимаю, пенка осядет немного, да? Да Я так понимаю, что пробовать мы начнем с первого салата, да, с баклажанами Да, ну, в качестве все-таки похладительного напитка я взял бы, взял бы глоток лимонада Так, прошу вас, по Вилочке Спасибо Я так думаю, что можно положить, вот, к примеру, поближе к Виктору, тем более, что ему брынза очень понравилась Так, прошу вас, Виктор, Людмила, прошу вас Хорошо, спасибо Да, я зацепил, конечно От души От души, что называется Так, сейчас посмотрим, что же у нас получилось Опа, ну, ничего Мы согласны Виктор бы шеф Я предлагаю приступать к дегустации второго салата Ой, дегустация второго салата начинается с брынза Само собой? Да Так, и сразу зацепим немножко листьев салата А с брынзой сал, вот, одновременно, вам это должно понравиться После этого, конечно же, пробуем лимонадик Да, спасибо Посмотрим, как он у нас получился Тоже очень вкусный, бодрящий, чувствуется привкус мяты Да, мятная нотка очень сильная Я был удивлен, как такое большое количество зелени может сочетаться вот в напитке, действительно очень приятно на вкус Так что, Виктор, я считаю, что сегодня у нас все удалось Ну, я думаю, большое спасибо за это нашим гостям Сегодняшнего дня, Людмиле и Александру То есть, на самом деле, сегодня зависело многое очень от них От того, что они привезли На самом деле, то, что они сделали своими руками, вырастили Мне кажется, зрителям это тоже будет интересно Блин, это лето все-таки уже наступило Салаты, салаты, салаты Действительно, дорогие друзья, я надеюсь, что вы сегодня о салатах узнали намного больше, чем вы знали до этого И я надеюсь, что до того самого сезона, о котором говорила Людмила, да, середине июля Вы успеете попробовать большое количество разнообразных, самых простых салатов Ну, а кроме этого, действительно, разнообразите свой стол зеленью, которой у нас в Молдове огромное количество Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию и с нами вместе приготовить Я всегда отвечаю, спасибо вам за то, что вы есть Ну, а мы с вами, дорогие друзья, прощаемся до следующего воскресенья Удачной вам недели Спонсор показателей передачи «Азбука вкуса» торговая марка «Ханса» Субтитры создавал DimaTorzok